Микс Ньюс Можем представить сегодняшнего нашего гостя, это глава отдела общественных отношений предприятия Рига Сатексме Байба Барташевича. Доброе утро. Доброе утро. Сразу напоминаю, телефоны прямого эфира, мы знаем, что к Риге Сатексме много есть вопросов у наших слушателей, поэтому сейчас самое время их задать. 672-12-93-9, 672-13-93-9 или можете написать нам по WhatsApp 2-300-6191. Госпожа Барташевича, уже мы живем два месяца как в чрезвычайной ситуации, не могли бы вы нам рассказать, как это отразилось на Риге Сатексме? Мы знаем, что действительно упали доходы, упала прибыль, но может быть какие-то более конкретные данные числа? Во-первых, да, то, что отношается к пассажиров, то уже неделю всем, которые используют общественный транспорт, надо как бы пользоваться, перекрыть рот и нос как бы масками, шарфами или платками. Конечно, можно это и делать дома с шитыми масками, так что это то, что касается пассажиров. Ну, это такая самая главная, не просьба, но требование. У нас опять начали работать и обслуживать клиентов в клиентовые центры, так что если надо какие-то дела делать с эталоном, какие-то вопросы есть, тогда можно идти опять в клиентовые центры. Конечно, там тоже надо соблюдать какие-то дрожжи и беспосадки, но мы тоже начали работать. Да, но вот, кстати, по поводу маски и шарфа, насколько это серьезное требование, нужно ли, например, брать с собой перчатки, если мы держимся за поручни, нет ли здесь опасности заразиться? Да, и по поводу масок, у кого, скажем, шарф, если приходит проверка, кто-то натянул, мы видим, что у него был, например, опущен шарф, он натянул шарф. То есть вот здесь, с точки зрения безопасности, как происходит проверка и кого штрафуют? Во-первых, это требование не только в транспорте Рига с Сатексом, это требование во всех общественных транспортах во всей Латвии. Если мы едем Рига Цессис, Рига Талс, Рига Валмера, тогда тоже там надо эти такие перекрыть рот и нос масками или что-то такое. Контролеры, если заходят контролеры и если увидят, что у человека нет этой маски, тогда он может сказать, что это надо обязательно делать. Он может как бы просить это делать, но контролера нету как такие права, чтобы положить штраф. Но мы как-то все время говорим о том, какой у меня будет штраф, я не знаю, 10 евро тогда не буду, побольше тогда буду. Но это просьба государства, и это просьба для того, чтобы других пассажиров посоргать, ну, испаемость от заболеваний. Так что мы едем в общественном транспорте, где очень много людей, и надо подумать о том, как и другие как бы чувствуют себя. Если эта просьба есть, тогда просим ее, как бы, или варут. Наши контролеры работают с прошлой недели вместе тоже по шваде и без полуции, но, как я видела, что они еще до конца недели тоже, как бы, отгаданы об этой просьбе. Да, 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 я читал, что до 22 мая еще штрафы не применяются, потом они начнут, и они будут очень суровыми, до 2000 евро. И я с вами согласен, что если такое требование есть, и оно направлено на то, чтобы ограничиться по стране COVID-19, это в первую очередь ответственность пассажиров, разумеется. Но мы при этом не можем не говорить о том, что люди не будут соблюдать этого правила, потому что всегда находятся люди, которые не соблюдают правила. И если нет рычага воздействия, и более того, если нет четких правил, потому что, ну, действительно, сейчас, насколько я вот прочитал, можно иметь маску, можно иметь любую ткань, которая закрывает. И вот, действительно, Олег едет, например, видит контролеров, натягивает шарф себе на нос, рот, контролеры уходят, обратно шарф стягивает. И как-то это очень нечетко, вам не кажется? Ну, знаете, ну, мы не можем, ну, во-первых, как я и говорила, это просьба, ну, за Валдии без прасы, соответственно, с министром рейкуемся. Но, к сожалению, у каждого полицейского не можем поставить лапус, потому что тоже такое же требование есть. Те, которые приехали из других стран, им надо обязательно, как бы, заблюдать карантину. Если ты заболел, обязательно заблюдать карантину. Мы живем в демократической государстве, и мы не справляемся на других, что не будет заблюдать. Конечно, поэтому, чтобы, Ева, род, мы работаем с полицейским, но к каждому не можно никак поставить эту, ну, лапус, чтобы посмотрел, как он заблюдает это все. По поводу перчетов. Извините, нам, как перевозчику, обязательно надо информировать пассажиров об этой новой, как бы, карте. И у нас сейчас уже в мониторах есть, с 12 мая, как бы, сообщения мы делаем, и постепенно в общественном транспорте будет аудио сообщения в латвийском, русском и английском языке, что такая пресса есть, уже есть, но постепенно будет и в всех остановках тоже такая информация, что обязательно надо закрыть, перекрыть рот и нос, и будет на дверей тоже такая, как бы, ну, информация. Так что мы делаем все, чтобы люди это знали, мы делаем все, чтобы люди были информированы. И надеемся, что действительно все, или почти все будут это, как бы, соблюдать, потому что, если мы хочем все опять жить нормально, и, как бы, забыть об этом COVID-19, нам всем надо работать вместе, и, как бы, эти просьбы и требования не соблюдать. По поводу перчаток, вот сейчас, когда была холодная погода, в принципе, люди ездили, и перчатки были тоже, как, даже простые, я имею в виду перчатки, которые мы носим на улице, они как бы нас защищали, но их можно было вечером постирать, там, а сейчас, вот, когда становится более жарко, нужно ли, ну, вот, есть ли такая рекомендация, например, в перчатки надевать, потому что, когда мы заходим в транспорт, выходим, он движется рывками, чтобы, вот, схватившись за поручни, не было потом даже самому, как бы, неприятно. А кто касался этих поручней до меня? Не мог ли там проезжать, например, заболевший COVID-19? Такое требование от государства и министерства нет. То, что надо ездить в перчатках, то, что мы делаем, мы очень, как бы, уже, начиная с конца февраля, постепенно чистим транспорт, и уже с начала марта все транспорты, когда они возвращаются в парках, в депо, делаем, действительно, дезинфикацию, все места, все, где люди держатся, почти все дезинфицируем, чтобы, как возможно, общественный транспорт был чист. Конечно, и в это время, то, что уже мы делаем с 12 марта, когда ИСЛДНО, ситуация в государстве, мы тоже просим людей извертать ездить в общественном транспорте. Если это одна остановка, лучше идти пешком, может быть, ехать, как бы, велосипедом и ездить в общественном транспорте тогда, когда это действительно, ну, очень надо. Да, мы, кстати, еще видим, что вы стараетесь популяризировать вот эту, вы, я имею в виду, как предприятие Рига Сатекс, популяризировать вот это ношение масок. Сейчас началась акция, где люди могут делиться своими фотографиями в общественном транспорте, правильно? Может быть, чуть поподробнее про это? Да, это как бы смысл. Если нам это надо делать, это как бы требование, тогда мы можем сделать так, чтобы сделать эту маску, как бы, как интересный аксессуар. Потому что, если мы можем это сделать тоже дома, шить дома эту маску, можно сейчас весна, есть, как бы, очень много зеленой краски, разные цвета, так что мы можем сделать эту маску как аксессуар. И, как бы, просили наших сакотаях в социальных сетях, твиттере, фейсбук, сделать фотографию, как они эту требованию наблюдают или наблюдают, да, и прислать эти фотографии, как бы, и так задуматься других пассажиров, что использование маска тоже может быть как аксессуар, и чтобы это было немножко интереснее, и в таком цели, как бы, заблюдать то, что от нас требуют, и посещать других. И как, насколько активно люди участвуют в этой акции? Активнее люди в фейсбуке нам присылают, эти фотографии, не можно сказать, что очень-очень много, но каждый день есть люди, которые такие фотографии присылают. Вот вы говорили о том, что предприятие обращается часто с просьбой для людей оценить необходимость поездки, я когда сам пользуюсь общественным транспортом, я слышу постоянно это объявление, когда, но с другой стороны, получается, что тем самым вы сами же, ну, вот как предприятие все-таки коммерческое, вы призываете людей не пользоваться этой услугой. Вот насколько действительно потери, потери вот Рига Сатексмы из-за этой пандемии, из-за того, что люди меньше стали ездить на транспорте, они, ну, опасаются этого. С финансовой точки зрения, сколько вы потеряли, если не секрет, конечно? Мы, как бы, когда мы рекомендаем, тогда это, как бы, заудеем, например, около 2 миллиона в месяц. Потому что сейчас очень много транспорта все равно курсирует, чтобы, как бы, как возможно, и ворот по большей дистанции. Конечно, люди меньше, и так что около 2 миллиона в месяц. Мы, конечно, тоже не можем не спросить, потому что это очень актуальная тема. Мы понимаем, что, наверное, этот вопрос не только и не столько к вам, сколько к Крежской думе, но пока так, по поводу отмены скидок, отмена бесплатных проездов, льготных проездов, они были отменены, ну, по тому основанию, что людям надо было меньше ездить на транспорте, и чтобы уменьшить вот это, как бы, желание, убрали льготы школьникам, потому что им все равно никуда не надо было ездить. Пенсионерам. Пенсионерам, да, и так далее, инвалидам третьей группы. Сейчас вернули льготный проезд ученикам 9-х и 12-х классов, потому что у них подготовки к экзаменам. Знаете ли вы, можете ли вы предположить, когда планируется вернуть остальные льготы, или это не от вас зависит? Это действительно вопрос Рижской думы. Они принимают, как бы, эти вопросы, кому дать скидки, кому, как бы, пока отложить скидки. Да, действительно, с прошлой недели может ехать в общественном транспорте бесплатно ученики 9-го, 12-го класса. Они могут ехать проезд не регистрируя, но им обязательно надо быть с собой с Кулана Эйкартой, и когда зашел контролер, тогда показать эту карту школьника-контролеров. С прошлой недели можно ехать в общественный транспорт, как бы, скидки возвратили многодетними семьями, технические работники тоже, и там была еще и профскола, а вот заехали тоже такие. Воспитанники профессиональных школ. Да. Кстати, я хотел... И третья группа инвалидов тоже может опять ехать в общественном транспорте. Да, уже можно. Хорошо. Был такой вопрос, не знаю, насколько вам это опять-таки известно, но в 9-м классе в этом году не будет экзаменов, они отменены, только те, кто хотят из школ нас меньшин создавать латышский язык, а при этом все равно 9-ти классникам вернули эти льготы. Это действительно решение Рижской думы, но я понимаю, что им все равно есть разные консультации, на которых они могут ехать, которые есть еще в школах, так что поэтому им вернули, и им эту скидку вернули в рабочие дни. Так что, когда действительно надо еще ехать в школу, разные консультации, потому что я понимаю, что 9-й класс потом смотрит, где опять учиться дальше, так что им консультация есть, и они могут это делать. Когда это все обсуждалось, отмена бесплатных поездок пенсионерам и школьникам и так далее, звучало такое предложение очень активно, что, например, пенсионерам оставить бесплатные проезды, но в те часы, когда транспорт наименее заполнен, ну там, скажем, с 10 до часу, когда большая часть людей на работе или там учатся дома, то тогда пенсионеры пусть едят бесплатно, а с утра действительно, когда толпа народа, ну и не надо. Почему такое решение не было принято? Это невозможность технической точки зрения? Это действительно решение Рижской думы, так что то, что они как бы принимают к курам, пассажирам, категориям, они могут ехать бесплатно или с скидками, то мы как бы исполняем отрешение Рижской думы. Но чисто с технической точки зрения это было бы возможно? Вот такое решение, что скидка на несколько часов? Да, я сколько я понимаю, тогда, если такое решение принимается, тогда мы можем это делать, но это решение действительно Рижской думы. Понятно, но это мы тогда действительно спросим у них. 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, задавайте свои вопросы или пишите по WhatsApp по 2-3-0-6191. У нас сегодня на связи глава отдела общественных отношений предприятия Ригы Сатекс, Мабайба Бардашевича. Ну и вот пенсионеры действительно, они были очень, ну, судя по звонкам, которые мы получаем, несколько обижены тем, что их лишили вот возможности бесплатно ездить, потому что многие пенсионеры, ну, объясняли, что они ездят не просто там в гости или куда-то еще. Есть проблемы, например, если со здоровьем, то нужно посетить врача, есть какие-то магазины, например, где они покупают там подешевле продукты, но которые находятся чуть дальше, не самые близкие. Ну, то есть они объясняют, что есть причины, по которым, ну, вот они хотели бы, конечно, воспользоваться транспортом, и сейчас для них это немножко стало, ну, дорого стоить. Вот насколько вы чувствуете, уменьшилось количество все-таки пожилых людей в транспорте, есть ли какая-то, ну, хотя бы общая статистика или общее мнение, вот насколько эти меры способствовали тому, чтобы пожилые люди сидели дома? Я не скажу сразу, сколько пожилые, потому что если сейчас покупают просто браутия на билет, тогда мы можем видеть, сколько людей ездит. Но, конечно, в это время, когда 12 марта, когда в государстве исходная аркадная ситуация, жизнь изменилась не только пожилым людям, у всех людей изменилась жизнь, мы все живем по-другому и учимся жить по-другому. Конечно, у нас надо, когда пелагутая ситуация, но, как и говорили, и как мы все говорим, что надо обязательно извертать необходимость куда-то ехать. В это время большого времени было тоже, как бы не работали и поликлиники, и такие вещи. Но если мы смотрим на то, как изменилось число пассажиров, тогда, конечно, это очень изменилось. Если мы до 12 марта в месяц, это было около, 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 так, перевезли, а, динам пассажиров, около 400 тысяч, тогда начинается аркадная ситуация, а то число было около 90 тысяч. Конечно, это очень изменилось. А сейчас не возраст. Мы в общественном транспорте перевезли почти 8 миллионов, что, например, на 38% меньше, чем было в прошлом году, так что пассажиров едет, конечно, меньше. Да, нам активно звонят. Давайте он примет какой-то телефонный звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Будьте добры. Я правильно поняла, что инвалиды третьей группы имеют право на бесплатный проезд? Что для этого надо? Спасибо. Сейчас мы уточним. Да, вот. Идва ли до третьей группы. Что им надо? Да, есть и третья группа, но третья группа, те, которые живут в Риге, те, которые уже использовали скидку до конца марта, тогда им вообще ничего не надо делать. Скидка в эталонах отгрызится автоматически. Но это скидка до тех, которые, как и раньше, те, которые декларированы в Риге. Да, те, кто задекларированы в Риге, а те, кто получил вот эту третью степень, инвалидность третьей степени во время чрезвычайной ситуации, им такой же процесс получения скидка, как он и был раньше? Нет, тогда им надо идти в клиентовый центр, заполнить все документы, как бы, и тогда им в эталоне будет этот скид, как бы, положить статус, и тогда он может ехать. Но те, которые использовали до конца марта, когда их отменили, тогда им никуда не надо идти. Да, понятно. Еще один телефонный звонок. Да, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а планируется ли вернуть часовые билеты? Спасибо. Это тоже решение Рижской думы, как я говорила, что это скидка тоже идет, это тоже скидка, и это вопрос Рижской думы. Мы делаем то, что если Рижская дума новым, тогда мы делаем дальше процессы отъявлены, что есть от Лайпс. А вот по поводу, кстати, диалога с Рижской думой, потому что мы знаем, что у нас уже достаточно долгое время, временная администрация, это уже, ну, три человека в ней, насколько изменился, или изменился ли вообще диалог с Рижской думой после того, как вот распустился предыдущий созыв, и теперь эти три администратора. Изменилось ли как-то общение, или оно осталось, в принципе, настолько же интенсивно? Мне очень трудно это сказать, потому что, я думаю, как бы, это наше, наше руководство. Мы, конечно, тоже в коммуникации очень много коммуникации, но это не вопрос ко мне. И, да, еще одна очень актуальная тема, которую много кто обсуждает, и часто обсуждает, и мы, наверное, не задержимся, это мобильное приложение RIGOS Atex, которое используется, я сам его очень активно использую, но многие отмечают, что там не хватает каких-то функционалов, которые при этом присутствуют, скажем, на сайте RIGOS Atex. Ну, например, там первое, что мне приходит в голову, это возможность посмотреть все маршруты с определенной остановки, то есть можно посмотреть расписание каждого отдельного автобуса, ты открываешь там, не знаю, 37-й автобус, остановка National Estatrix, и знаешь, к которому он приедет. А если тебе нужно посмотреть любой транспорт, который приедет с National Estatrix, остановки в такой функции там нет, ну и так далее, там можно много еще представить. Есть ли какие-то планы по поводу обновления этого приложения? У нас есть в Пигагме мобильная версия нашей домашней странички, или тогда можно использовать аппликацию RIGOS Atex. Я знаю, что есть разные другие аппликации, но это не мы как бы истрадаем. Так что надо знать, по какой аппликации вы говорите. Если говорить о том, что можно смотреть тоже нашу домашнюю страничку в мобильных телефонах, тогда можно посмотреть там или полную версию, или как бы в мобильном виде посмотреть. посмотреть. Конечно, мы все время работаем и рассматриваем, как улучшить коммуникацию с людьми. Если есть какие-то предложения, можно, как всегда, и нам их присылать. Кстати, вот я знаю, насколько поражаются те, кто приезжает, например, знакомые из России, тому, насколько пунктуально приходит транспорт, когда мы сидим, например, ну вот раньше я мог совершенно спокойно сказать друзьям, вот через 5 минут мы должны выйти, 2 минуты до остановки, и там будет троллейбус. Они говорят, ну как так? Вот мы подходим, и абсолютно минуту в минуту подходит троллейбус. Насколько сложно вот в условиях COVID-19 меняется ли, ну влияет ли эта обстановка, чрезвычайная ситуация на движение транспорта? Больше или меньше стало пробок каких-то? Или наоборот слишком быстро может быть приезжают? Конечно, в это время, когда очень мало людей были на улицах, конечно, пробки сейчас нет, поэтому сейчас как почти всегда наш общественный транспорт приедет в остановку временно. Ваш коллега сказал, что может быть они едут быстрее. Быстрее общественный транспорт не может ехать, потому что если они немножко опоздают, если была пробка, какая-то авария, почему они опаздывают этот график, тогда водители не садят, саду, но быстрее уехать от остановки они не не может, так что они, как и всегда, приедут в остановку ну, как бы, ну, это есть. И то, что есть по поводу общественного транспорта, тогда мы, конечно, очень заблюдаем или рассматриваем, смотрим, как люди используют и сколько полный общественный транспорт и почти каждый день не почти, но действительно каждый день у нас есть дополнительные рейсы с утра и потом ближе к вечеру и которые едут, чтобы советский транспорт с набором так пил и тоже в нашей домашней страничке есть расписание этих дополнительных рейсов, тоже даты можно рассмотреть там. У нас вот хотел принять звонок и он сразу вот он появился, давайте примем телефонный звонок еще один. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот пенсионеры не могут вести диалог с Рижской Думой. Слишком они высоко. Но вы-то лично можете вести диалог с Рижской Мы как раз говорили на эту тему. Вы можете донести мнение пенсионеров их недовольство такое решение Рижской Думой. Спасибо. Спасибо. Я знаю, что наша Рижская Дума действительно коммуницирует и часто коммуницирует. Ну, это как бы иотеикумс, как бы пацистпей человеком мазак парад то есть это сногнари на Валдейбе. Лай извертает, пацистпей мазак действительно ехали люди. И как мы уже говорили, всем нам надо изменить какие-то парадумы привычки и скидки отменения из ситуации с лай чтобы действительно этих людей извертать эти свои проезды. если мы говорим о том что это решение Иришской думы но оно сформулировано именно так что на время чрезвычайной ситуации. Правильно ли я понимаю? То есть условно говоря если 9 июня Я не могу это комментировать потому что надо говорить эти вопросы конечно можно и говорить но я знаю что они пока эти вопросы есть но действительно надо говорить с Иришской думы. Нет я хотел другое спросить что если в ту дату когда чрезвычайную ситуацию официально отменят если Рижская дума ничего дополнительно не говорит Рига Сатекс сама возвращает или надо именно ждать отмашки от думы. Нет потому что все изменяются нормы тогда надо решение Рижской думы. Я понял я просто хотел формулировку этого акта понять. Хорошо спасибо еще вопрос хотя тоже связанный с ковидом мы знаем что Рига Сатекс до коронавируса добавляла новые маршруты появлялись новые какие-то транспорты которые либо ехали уже по существующим маршрутам это история с троллейбусом и так далее сейчас из-за ковид-19 как-то поменялись планы по поводу прокладки новых маршрутов и планируется ли как-то расширить сеть Рига Сатекс по городу В четвертом маршруте троллейбуса курсируют водородные троллейбусы. Конечно, мы работаем, но какие-то конкретные новые маршруты, как будет дальше, будем смотреть, как это все будет развиваться. И, конечно, если будут какие-то новые маршруты, мы обязательно об этом будем сообщить и вам, как журналистам и всем другим. Но пока таких планов активных нет, да? Я сейчас не могу сказать ничего конкретного. Так бы было равен. Хорошо. Еще есть звонки, да, вы очень активно стали звонить. Давайте и примем эти звонки. Да, здравствуйте. Доброе утро. Вот такой вопрос. Скажите, а вот можно у вас, как бы, есть такая возможность, вот обычно там написано, сколько пассажиров перевезено, да, в таком-то месяце. Сколько из этих пассажиров, вот именно пенсионеров? Потому что сейчас вот, да, много надо возобновить, возобновить, но каждое эти прикладывание по две, по три остановки, это деньги из бюджета города Риги. Знаем, что ситуация в бюджете сейчас будет тоже очень плохая. И вот если опять полностью вот так, это самое, пусть все здесь, пусть прокладывают, а потом из бюджета будут перечислять деньги Рига-Сатексные. Ну, Рига-Сатексные это, конечно, не касается, но всех остальных режимов, наверное, это касается. Я бы уже предлагаю сколько раз, что не по какие-то часы, а вот определенное количество проездов, вот. Простите, вы могли бы конкретно сформулировать вопрос в чем? Нет, я понял, что для пенсионеров наша слушательница предлагает выделить определенное количество проездов. Я вас правильно понял? И чтоб есть, да, правильно, если б не надо, вот, скажем, ехать, не всегда именно вот с такого, ну, да, с тольки по часам. Вот, это значит, я вообще не смогу поехать. Спасибо, спасибо. Спасибо, извините, что мы остроили вам, просто времени очень много. Ну, вот такое предложение, я понимаю, от пенсионеров поступило, что, скажем, не в любой, ну, не просто бесплатный проезд, а, например, там, 10 поездок или 20 поездок в месяц бесплатных, которые пенсионер может использовать по своему усмотрению, там, к врачу или в магазин, или куда ему нужно. Это действительно решение, как дальше, как, да, но это действительно не решение нашей предприятия. Ну, главное, чтобы идти в тишем, арка, в ситуации, слайка, извертая, что-то братья на пятишми, бессмотреть, как бы, ну, как бы меньше использовать в транспорте. А вопрос еще такой, не планируете ли вы, нет ли у вас мысли как-то менять систему оплаты в том плане, что сейчас, действительно, проездка, там, на одну-две остановки, она стоит столько же, сколько на 21-м автобусе, скажем, от Иммонты до Юглы доехать. Казалось бы, расстояние огромная разница, но при этом... Стоимость. Стоимость, да, абсолютно одинаковая. Не было ли мысли вести вот такие зоны, как, скажем, пассажиры Вилтенцвел, что там на короткие расстояния столько, на длинные столько-то? Я знаю, что раньше было такое, как давно уже, но тогда, тогда по центру, ну, Текас едет, в центре живет, тогда им Лелакас, Прекшор, Тебеса, или вот и дальше. Сейчас какие-то конкретные решения нету, но, конечно, можно делать по-всякому, но такие конкретные решения что-то изменить нету. Но я бы хотела сказать, что есть разные виды и очень много билетов, которые люди могут использовать. И месячные билеты, и разные, как бы, браутиен билеты. Так что очень разные виды, которые есть, которые люди используют и которые можно использовать. Да, еще, мы просто говорили про пассажиры Вилтенца, я вспомнил по поводу электронных билетов. Потому что как-то у меня многие знакомые, они пытались использовать электронные билеты через приложение Экарта. То есть, ты там электронно покупаешь билеты, и тебе не нужно искать вот эти всякие специальные места, где их можно купить. И это занимает очень большое количество времени, чуть ли не дни, чтобы этот электронный билет, он дошел до тебя и стал активен. При этом, если мы сравниваем с электронным билетом, который я достаточно сейчас покупаю на поезд, точнее, покупал, который за секунды появляется у тебя на телефоне. Вот как-то это очень-очень странно. Планируется ли как-то вот эту систему улучшить, покупки электронных билетов? Потому что это как раз снимает необходимость человеку обращаться к водителю за билетом, ну что сейчас вообще невозможно. Есть работа, и мы работаем над тем, чтобы эталон можно было пополнить через ту же одну аппликацию. Сейчас конкретные даты когда-то будет, возможно, очень трудно сказать, но есть такой план, что можно будет сделать или пополнить эталон через аппликации. Но сейчас у нас тоже есть какая-то схема, просто она работает очень неэффективно. Нет, сейчас есть, конечно, разные виды, как можно покупать билеты. Можно покупать в киосках, можно покупать в билетных автоматах, можно пополнить через интернет. Да, действительно, необходимо некоторое время, чтобы билет, если дополнить через интернет, когда билет зашел как бы в эталон, но это потому, что эталон, даты в транспорте обновляются тогда, когда он заезжает в парк. Поэтому есть эти необходимые некоторые времена, чтобы это как бы сделать. Но мы работаем над тем, чтобы было возможно выполнить, дополнить эталон через аппликации. Да, у нас 67212-93-9, звоните. У меня вопрос был по поводу электронных табло, вот буквально рядом с нашим радио на остановке. И очень красиво, действительно, вот очень удобно сразу стало видно, когда приходит какой вид транспорта. Вот насколько эти электронные табло, которые появляются в центре, вот есть ли планы продолжить устанавливать их на остановках? Я знаю, что было еще, планируется некоторое табло, но тоже конкретные остановки, сейчас я не могу сказать, и конкретное число не могу сказать. Когда мы опять поставим, конечно, сообщим. Есть такие табло в центре, в больших таких остановках, где это можно смотреть. Есть еще в табло, я знаю, что в Аргенскрансе, тоже около ботанического сада, так что тоже есть слога, что есть. Да, и еще один у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, надо перекрывать и нос, и рот. А вот врачи говорят, что коронавирус попадает через слизистую оболочку глаз. Я бы предложил запретить без специальных очков ездить в транспорте. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Спасибо. Насколько я понимаю, все решения касательно масок и защитных средств, они регусателем принимаются, исходя из рекомендаций государственных служб. Да, это как бы даже не рекомендация, это как бы рекомендация, который надо нам тоже исполнить. И это не только, еще раз говорю, это только для Рига Сатексма, но в всем общественном транспорте в Латвии. Кстати, вот тоже интересно, сейчас до 22 мая мы говорили о том, что это первую неделю пока только увещевание, пока только устно говорится, что надо, надо, потом начинают вводиться штрафы. На данный момент, насколько, может быть, у вас есть какие-то данные, вы спрашивали контролеров, насколько в целом люди соблюдают вот этот масочный режим? Потому что я знаю, спрашиваю у своих знакомых, на разных маршрутах очень по-разному. В целом, какая картина по Риге? То, что мы видим, что первые дни, в 12 мая, тоже первые дни, было довольно мало людей, которые использовали. Может быть, кто-то не знал, может быть, как-то немножко, не знаю, стеснялся. Но сейчас это число людей, которые используют, арвен Палиленас, так что мы надеемся, что действительно, если люди, как бы, и дальше будет, то тогда... Ну, по телефону, арвен Палиленас, это число, как бы, пиал. Еще один телефон-звонок мы, наверное, успеем принять. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хочу поблагодарить всех водителей транспорта. И троллейбуса, и автобуса, и трамвая. Я пользуюсь пятым маршрутом трамвая. И мне бы, конечно, еще хотелось, чтобы, как бы, было, как бы, на кабинках водителей, да, чтобы было написано имя или фамилия или что-то такое. Понимаете, как у всех есть, вот, ну, чтобы можно было либо благодарность, либо еще какие-нибудь отзывы делать. А так очень трудно, потому что в пятом трамвае водители просто прекрасные. Вот сейчас очень холодное утро, я пользуюсь первым трамваем, они включают чуточку отопление, и так уютно, и хорошо. Пожалуйста, сделайте это, если можно. Спасибо. Да, и, кстати, я тоже присоединяюсь, потому что было в моей практике случай, когда я бежал на автобус, и я подскользнулся, упал в лужу, и водитель автобуса буквально нашел вот, ну, бумагу специальную, салфетки вытащил, чтобы я мог там почистить пальто. То есть, ну, я хотел потом даже поблагодарить, но я не знал имени вот этого водителя. Да, спасибо за приятные слова. Конечно, нашим водителям можно тоже сказать спасибо. Да, имена действительно нет, потому что водители меняются на транспорте. Но то, что есть, и то, что есть уникальное, в каждом транспорте есть цифровая комбинация или бортовой номер, который есть уникальный, и можно тогда нам звонить, писать, или как-то писать и звонить, эту информацию доставить, называя этот номер и время, когда человек ездил. Мы это как бы пификсируем, и, конечно, спасибо от наших клиентов обязательно передаем тоже нашим водителям. Я еще видел, что на экранах, которые в некоторых транспорте установлены, периодически появляются сообщения из интернета, где благодарят или рассказывают про позитивный опыт с Рига Садексмы. К сожалению, наше время подходит к концу, нам приходится заканчивать. Спасибо большое. У нас на связи была глава отдела общественных отношений предприятий Рига Садексмы Байба Бардашевича. Мы сейчас прервемся на рекламу, на новости, после чего вернемся, и будем уже в интерактиве обсуждать возможное понижение ПВН, НДС, точнее, до 5% для сферы гостеприимства и услуг общественного питания. Поэтому не переключайтесь, будем ждать ваших звонков. Спасибо. 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 Спасибо.